Всем огромнейший приветик! С вами Алиса. И по результатам нашего голосования победила история запретный плод, поэтому мы с нее и начинаем играть. Так, выберите тип лица. Подтвердить. И посмотрим причесочки. Он-то, наверное, самая классическая в Майсторе прическа. Ой. Интересно. Нет. Блин, так мало причесок. Ну тогда, наверное, берем и эту. Она как-то яркая. Да, называется сладкая вата. Прикольно. Такой, девчонки, у нас еще не было. Ну и да, пока выбираем хлопковое платье, а там посмотрим. Сохранить прикид? Да. Начинаем историю. Выберите имя. Алиса. Ну хорошо, будет снова Алиса. Только назовем мы она русском. Глава первая. Мистер Красавчик. Алиса, ты к вину не притрагивалась почти. Это последний вечер лета перед началом семестра. Нужно оторваться на полную. Просто настроения нет для выпивки. Да и похмелья утром не хочется. Ой, только не надо. Это же из-за Девина, да? Все еще расстроена, что он тебя бросил. Он разбил мне сердце. Конечно, расстроена. Он бросил меня ради первокурсницы. Он лузер. И приползет назад. Вот увидишь. Возьми себя в руки, дорогая. Мне больно на тебя такую смотреть. Ты слишком умна и талантлива. Вообще, если ты будешь хорошо учиться в этом году и ни во что не вляпаешься, то станешь лучшей студенткой. Ага. Стану ведь, да? Да! К тому же ты красавица. Неправда. Я простушка. По крайней мере, так мне сказал Девин. Так, я уже хочу посмотреть на этого Девина. Оценить его так же, как и он у нас. Да пошел это, Девин! Конечно, тебе не помешало бы иногда принарядиться. Но, блин, я же не знала, что мы сразу пойдем в какой-то клуб. Конечно, я бы ей купила какой-то интересный наряд. Это просто подстава была. Но просто постарайся быть более уверенной. Зацени. Эй, ты! Иди сюда! Чем могу помочь, дама? Просто ответь на вопросик. Постараюсь. Разве моя подружка не суперкрасотка? Донна! Ну, это не сложно. Еще какая. Хм. Поблагодарить. Спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Это правда. Я видел тебя в универе и... Ладно, достаточно. У нас тут личный разговор. Можешь уходить. Какая она вежливая. Эээээ... Окей. Ты такая злая. Нет. Я уверенная в себе. Ну, знаете, что я думаю по этому поводу? Люди еще часто путают уверенность в себе и наглость. Тут самое главное. Вот не нарушать эту грань. И тебе уверенность тоже не помешает. Хоть кровь из носа. Я найду тебе кого-то нового в этом году. Эх, в том-то и дело. Мне наскучили эти незрелые парни из универа. На манеже все те же. Качки, мажоры и задроты. Хм. Вот тот парень, похоже, не из таких. Да, покажите нам парня. Боже, это же вылитый Шон. Прям один в один. Вы чего прикалываетесь? Вау. Кто это? Новый студент, наверное. Пойди и познакомься. Что? Нет. Я так не могу. Да. Нет, ну правда. Я не умею знакомиться с парнями. Я просто опозорюсь. А ты смотри на это, как на тренировку. Алиса, ты все лето хандрила. А нужно жить. Повеселись хоть раз. Ох. Ладно. Но сначала допей вино. А я закажу нам пару шотов. Немного жидкой храбрости не помешает, да? Ох. Да, главное, чтобы не было слишком много. Двадцать минут, бокал вина и три шота спустя. Ну, приветики. Ты это мне? Произведу на него впечатление. Так. Остроумие. Конечно, тебе. Больше таких красавчиков поблизости не видно. Только ты и эти пикантные облегающие джинсы. Вау. А ты сразу переходишь к делу, не так ли? Да. Так, как тебя зовут? Мистер Красавчик? Кайл. А тебя? Алиса. И обычно я не откровенничаю. И не болтаю с парнями. Вообще, я невинная. Боже. Это кошмар. Ой, как такое можно ляпать. Ого. Это у него еще слабенькая реакция. О боже. Я вслух это сказала. Да. Я такая дура. Нет, ты не просто дура. Ты пьяная дура. Я не умею знакомиться. И я такая пьяная. Ладно. Это было чересчур откровенно. Это все правда. Но, понимаешь. Я начну с самого начала. У меня было ужасное лето. Ну, прям вообще. Меня бросил парень. И мне было так одиноко. И... И теперь я заткнусь. Прости. Не извиняйся. Ты просто честная. И я ценю честность. В наши дни ее редко встретишь. Правда? Да. И мне жаль, что у тебя было плохое лето. У меня тоже было неважное. Правда? Да. Но разговор с красивой девушкой всегда помогает. Это так мило с твоей стороны. Между прочим, я тоже очень честный человек. Это очень радует. И вот тебе еще немного правды. У тебя очаровательный смех. А у тебя улыбка. Продолжим быть честными. В таком случае твои волосы восхитительны. Как и твое лицо. У тебя красивый цвет глаз. Я не видела голубых глаз красивее твоих. И твои губы очень соблазнительны. Почему бы тебе не поцеловать меня? Это будет отличное завершение лета перед выпускным курсом. Подожди, ты учишься? Да. Мне нужно идти. Было приятно познакомиться. О боже. Он так быстро от меня умчался. Интересно, что случилось. Жаль признавать, но все могло бы пройти более гладко. И не говори. О боже, мне так стыдно. И я пьяная в стельку. Ну, универ большой. Не думаю, что вы встретитесь еще раз. Надеюсь. Давай отведем тебя домой. Следующим утром. О боже. Башка раскалывается. Будет тебе урок на будущее. Больше ни капли в рот. Кто мне так рано пишет? Наверное, это Донна хочет пережить мой вечер позора. Черт возьми, это Девин? У тебя есть свободное время. Мне нужно поговорить с тобой. Хочу ли я с ним поговорить? Ой, я хочу как минимум на него посмотреть. Да. Ох, надеюсь, это что-то важное. Типа он упадет на колени и будет молить о прощении. В чем дело, Девин? Я как бы занята. Блин, я думала они как-то встретятся. Просто переписка мне не очень радует. Вау, ты ответила? Слушай, я скучаю по тебе. Скучаешь по мне? А ты скучал по мне, когда тискался с Лиен в Малибу? Алиса. Нет. Переходи к сути разговора. Я знаю, что ты чего-то хочешь. Ладно. Ты никогда не хочешь говорить о чем-то серьезном? Я жду. Ну, я не хочу просить, но... Мне очень нужно, чтобы ты прочла первую страницу моей диссертации. Никому другому я не могу довериться. Первую страницу? Сильно она ему поможет. Учитывая, что диссертации обычно такие какие-то огроменные. Первую страницу. Ну, главу я могла бы еще понять. Ты серьезно? Понимаю, это гадко с моей стороны просить тебя, но... Нет, похоже, не понимаешь. Иначе ты бы никогда не попросил меня о таком. Ты серьезно пишешь мне в первый день занятий? После того, как бросил меня ради блондиночки? Чтобы я прочла твою писанину? Ну, если так все выставлять, то... Мой ответ – нет. Молодец, я бы тоже так ответила. А вообще, ответ – хрена с два. И больше никогда и ни за что не пиши на этот номер. Пока, Дэвин. Хватило же наглости. Какое ужасное начало дня. Лучше одеться покрасивее. Сегодня первый день, и нужно произвести хорошее впечатление. И замаскировать жуткое похмелье. Обалдеть, она сама переоделась? То, что нужно. Проверю-ка я сообщение перед занятиями. Я так завидую вам, гуляки. Хотела бы я тоже вчера прийти. Не хотела бы. Я так опозорилась. Я выставила себя дурой. Подошла к настоящему красавчику в баре и сказала ему, что я невинная. Теперь я там никогда не появлюсь. Лол. Боже. Как же я хочу все об этом узнать. Ага, это, видимо, будет три подружки. Прикольно. Ладно, я пришлю тебе фотку своего наряда для первого дня. Поделись мыслями. Класс. Мне нравится. Фух, отлично. Я боялась, что тебе не понравится. Ты шутишь. Ты очень красивая в этом платье. Так ты уже в универе? Ага. Иду на физику. У меня сначала химия. Донна, у тебя же тоже, да? Донна? Ты там? Алиса. Самая лучшая и умная студентка. С возвращением. Спасибо, мистер Симмонс. Надеюсь, у вас было хорошее лето. Замечательное лето. А у вас? Лучше не говорить ему. Отличное. У меня тоже было отличное. Каникулы всегда идут на пользу. Но и вернуться тоже здорово. Бесспорно. Ну, не буду вас задерживать. Да, мне уже пора. Химия через пять минут. Вам понравится. В этом году у нас новый профессор. Надеюсь, вы с ним поладите. Конечно. Беда. Беда. Алиса, не иди на химию. Тебе нужно сменить препода. Алиса? О боже. Увидь же это сообщение. Привет, Донна. Что ты здесь делаешь? Ты не получила сообщение? Нет. Ты не ответила в нашей беседе с Керри до этого. А потом меня заболтал декан. Тебе нужно сменить препода по химии. Что? Почему? Посмотри внимательнее на учебник. Так, химия. Второе издание. Кайл Дэвис. Ага. Об авторе. Интересно. Кайл Дэвис. Автор. Родился, вырос в Западной Филадельфии. Его юность прошла в химической лаборатории. Прикольно. О боже. Это он. Доброе утро. Меня зовут мистер Дэвис. Я ваш новый профессор химии. О боже. Ты профессор. Да. Вот это, конечно, засада. Но о том, что он профессор, это было и так понятно даже из обложки самой истории. Поэтому я не сильно удивилась. Это было ожидаемо. Но мне безумно интересно, как это будет дальше продвигаться. Так что ждем, друзья, продолжения. Пишите, пожалуйста, ваше мнение по поводу этой истории. Также было ли вам смешно увидеть снова Шона, которого переименовали в Кайл. Это даже как будто ты встречаешь очень близкого, знакомого. Даже классно. Ну что, друзья, плейлист, как всегда, ловите в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok